МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наиболее эффективный способ сохранить полезные свойства зелени – это ее шоковая заморозка. Зелень, конечно же, знаменита своим большим содержанием водорастворимых витаминов. В первую очередь, тем известен витамин С. И водорастворимые витамины, как, я думаю, понятно из названия, хорошо сохраняются. При консервации холодом главное соблюдать правила. Зелень нужно не только вымыть, но и тщательно высушить. Тогда при разморозке витамины не выйдут вместе с лишней влагой. Когда мы замораживаем зелень, лучше ее замораживать в маленьких контейнерах, как бы, условно, порция. Ты достал этот контейнер и полностью должен использовать. Посыпал суп, салат, что-то. Потому что повторная заморозка уже будет губительна для нашей зелени. Перед заморозкой не помешает мелко нарезать зелень. Так щепотку витаминов будет удобнее добавить в суп или салат. А вот сохранить изысканный аромат трав лучше всего бабушкиным методом. Засушиваем зелень. Пополняем кулинарный арсенал розмарином, тимьяном, укропом и петрушкой. Прежде чем сохранять зелень, мы ее должны замочить в соленом растворе. Для того, чтобы исключить микроорганизмы из зелени. Мы ее в соленой воде оставляем на 5 минут и из нее все вылезает. А потом мы ее промываем и уже начинаем ее заготавливать. Повешиваем зелень пычками или сушим на пергаменте. Это классический способ. Ну а если времени в обрез, достаем противень и включаем духовку. Засохшие травы лучше всего спрятать в сухое и темное место. Специалисты советуют не держать зелень в запасах больше года. Тогда аромат и витамины сохранятся лучше всего. Разумеется, в зелени есть еще такой полезный компонент питания, как клетчатка. А вот клетчатка, конечно же, гораздо лучше сохраняется и после заморозки, и после высушивания, очевидно, и после консервации. Еще один проверенный способ, который поможет сохранить цвет, аромат и питательные вещества зелени – засолка. Понадобится стеклянная банка и травы, например, крапива или щавель. Мы нагреваем воду, остужаем ее до 40 градусов, добавляем в нее соль. Если хотим, можем усилить ее вкусом, пряностями, там лавровый лист, перец душистый, например. Хранить банки с оленьями лучше в темном углу в помещении. От шести месяцев до года зелень можно подавать в качестве самостоятельной закуски или добавлять в суп. Ну и универсальный совет. Прежде чем готовить травы к зиме, тщательно перебираем. Все желтые, испорченные или поврежденные листья и стебли смело отставляем в сторону. Тогда аромат и вкус зеленой заготовки зимой вас точно порадует. Субтитры создавал DimaTorzok